Всем привет! Это очередной выпуск новостей из Дома-2. А перед началом ролика не забудьте подписаться и досмотреть новости до конца, ведь в конце видео все самое интересное. Опытный участник Дома-2, давно забывший, что такое работать, намекнул на роман с Викторией Романец. Алексей Идеев не спешит строить серьезные отношения на Доме-2, однако и покидать периметр он явно не готов. Для зрителя очевидно, Леша подыскивает себе, если уж не богатую невесту, то хотя бы с неплохим приданным, квартира и машина столицы. В свое время именно по этой причине Адеев категорически не хотел отпускать из отношений Анну Брянскую. А вот накануне Леша опубликовал пост, посвященный Артему Гранту, правда при этом так увлекся троллингом коллеги по цеху, что невольно выдал собственную тайну. В конце публикации Алексей намекнул на свою близкую дружбу с Викторией Романец, после чего признался, что Вика дала ему совет, которым он твердо намерен воспользоваться. Так, без пяти минут бывшая супруга Антона Гусева посоветовала Леше не вестись на женскую красоту и сам Адеев подчеркнул, что после общения с Викторией пустышки его больше не интересуют. Более того, теперь у Леши появился идеал спутницы жизни – милая и добрая девушка, похожая на Романец. Парня Алены Опенченко Никиту Балыкина назвали вторым лохопедом в сети. Пора уже в честь 18-летия телепроекта «Дом-2» его участникам изучать краткую или полную историю этого реалити-шоу. А то назвали Никиту Балыкина вторым лохопедом, а парень Алена Опенченко даже не в курсе, что первым был Дима Дмитренко, с которым его и сравнили в сети. Может, Никите стоит поинтересоваться этим сравнением у Ивана Барзикова, который терпеть не мог мужа Ольги Рапунцель? И не подразумевает ли это прозвище не только соглашательство Балыкина, попавшего под каблук своей возлюбленной, но и сравнение самой Алены Опенченко, угоняющей в шок откровенными признаниями даже видавших виды ведущих «Дома-2», как это отлично умела делать жена Дмитрия Дмитренко? Интересно, приживется ли сравнение Никиты Балыкина с лохопедом номер два на телестройке, особенно в связи с тем, что в паре все чаще идут разговоры о свадьбе. Надежда Ермакова доказывает, что не удерживает чистого и не покупает его. Накануне должна была состояться свадьба Нади и Даниэля. О том, что они провели этот день в отеле в Турции, брошенная не в первый раз невеста рассказала в своем блоге и столкнулась с уверенностью подписчиков из числа зрителей «Дома-2», что она удерживает молодого человека вдали от родителей и друзей. Теперь Надя Ермакова доказывает, что не удерживает чистого и не покупает его, оплачивая отдых и различные процедуры в отеле. Не может же она вернуться в одиночестве на проект, не так ли? Не везет Ермакова не только с попытками выйти замуж, но и с доверием к ее словам и обещаниям. Как считаете, сможет ли Надя вернуть любовь Даниэля чистого к себе или попытка удержать молодого парня рядом с собой изначально обречена на неудачу? Владислав Дубровский победил Салибекова в драке за Юлию Белую. Подводим итоги. За полторы недели нахождения на проекте Тигран Салибекова был дважды бит и один раз ограблен собственной женой, которая отсудила у него квартиру. Несмотря на заключенный брачный договор, первая потасовка была с Мишей Козловым из-за Насти Исаевой, а вторая из-за Юлии Белой. Артем Грант показал своим подписчикам видео, в котором Дубровский победил Салибекова в драке за Юлию. Тигран обнял на свидании Юлию. Это не понравилось Владу, и он вызвал соперника на бой в перчатках. Выяснилось, что Салибеков танцует лучше, чем дерется. Он несколько раз получил по лицу, был завален на траву. Затем Дубровский провел серию ударов, и Тигран сдался. Козлов, Рыбаков и Грант ликовали и поддерживали Влада. Впрочем, Белой понравилось представление, которое мы увидим сегодня в ночном эфире Дома-2. Но правильный ли выбор она сделала между двумя кавалерами? Как я уже рассказывала, Тигран в опале у участников телестройки. Вместе с ним Юлия стала изгоем и уже пыталась покинуть проект. Неудачным стал этот заход на Дом-2 для Салибекова, не так ли? Также Белая не сможет построить нормальные отношения с Тиграном из-за появления на проекте его жены, перетянувшей часть коллектива Дома-2 на свою сторону. Скорее всего, Белая в ближайшее время покинет Дом-2 из-за провокаций. Ее начали критиковать участники телестройки. Девушку выводят на эмоции, и она с трудом держит себя в руках. По сообщениям с Поляны, за Белую вступился Тигран, уговоривший свою подругу не покидать Дом-2 после неприятных разборок с коллективом. Жесткое обсуждение новой пары увидим в эфирах 13 мая. Белой даже пришлось отказаться от новости о близости с Салибековым. Она утверждает, что спала с ним в одной кровати, но без интима. Всего за два появления в периметре с Салибековой удалось сбить костяк поддерживающих ее позицию участников. Это Татьяна Репина и Алексей Безус, Алексей Адеев, Кристина Бухенбалт и Илья Рыбаков. Салибекову приходится непросто, его постоянно пытаются унизить, а вместе с ним попадает под раздачу Юлия Белая. Вдобавок, Влад подрался с Тиграном. Интересно, а как быстро Юля вернется к Владу Дубровскому под давлением своих коллег? Женя Румашова заставляет сделать предложение Насте Бигриной. Анастасия возмущена отношением руководства проекта к ее паре с Евгением Румашовым. Не успели они помириться после ночи в отеле без камер, как попали в оборот. Румашова заставляют сделать предложение, а он из последних сил сопротивляется. Такую шумиху развели вокруг предложение. Все стало похоже на цирк и сюр. Ежедневные вопросы, теты и лобные, где мы выглядим как два идиота. Это важное событие для нас с Женей, но коллективу это нужно гораздо больше, чем нам, а главное у всех свои сроки и желательно, чтобы это случилось завтра, пишет Бигрина в своем микроблоге, жалуясь на постоянный прессинг. А обсуждать на лобном кого-то нужно, интересных тем мало. Вот и взялись организаторы за Румашова, подключив свою фаворитку Кристина Бухенбалты. Бухенбалты уверены, что Женя скоро сделает Насте предложение, но это произойдет неожиданно. Другие ребята считают, что Румашов не хочет жениться, а коллектива внушает, что именно Бигрина не готова выходить замуж. После отказа от свадьбы Ермакова-Чистова на их место ищет другую пару, а желающих идти в ЗАГС не наблюдается. Румашов, который нашел на проекте свою любовь и просидел под камерами четыре года, получил студию звукозаписи, самый подходящий в женихе вариант. Главное, чтобы не получилось, как с Даниэлем Чистовым, который нашел повод отменить свадьбу, а то спонсоры Дома-2 перестанут сотрудничать с телестройкой. Маргарита Азачия покинула Дом-2 на голосовании. Не будет на телепроекте Дом-2 новой пары фриков, так как пришла новость, что на женском голосовании Маргарита покинула проект. Программист Сергей Халаимов ушел сам, не видя смысла там оставаться. Не получилось у Риты с помощью мамы-надежды все-таки повторить скандальный успех Дианы Ширугиной, с которой ее сравнивали, равно как и стать заменой известным фриком телестройки. То ли таланта девушки не хватило, то ли услышали организаторы телешоу жалобу зрителей на крикливую и совершенно неинтересную, как участницу Маргариту Азачию, или не слишком получилось у Риты, как и у других молодых девушек, покорить Дом-2 в борьбе с опытными старожилами. Стало известно, что Тигран Салибеков проиграл суд Юлии Салибековой за детскую квартиру. Участник Дома-2 остался с одной маленькой, квартирой и машиной, а четыре остальные квартиры отошли его бывшей жене. Суд закончился, решение вынесено, и она в пользу нас с детьми. Мы выиграли суд. Спасибо вам большое, что переживали и поддерживали, что молились. Поделилась с подписчиками своей радостью Салибекова. Возможно, Тиграну не стоило надеяться на ранее заключенный брачный договор, по которому ему после развода отходило две квартиры и нужно было отстаивать свои права в суде, но его один раз не отпустили с проекта, и адвокат тоже не явился. Что произошло на последнем заседании, скоро обсудим, когда Салибеков даст свой комментарий по этой ситуации. Суд вынес решение в нашу с детьми пользу. Теперь все мои три сына при наследстве, и никто у них не отберет то, что я им дала. Я безгранично благодарна всем тем людям, которые переживали за нас с детьми, поддерживали. Действительно, большое дело сделано. Я могу выдохнуть, комментирует Юля свою победу. Некоторые участники Дома 2 уверены, что получив квартиру, Салибекова перестанет приходить на Дом 2 и забудет про Тиграна или будет появляться на поляне все чаще, ведь у Салибековой еще осталось имущество, и до конца ей не удалось испортить ему репутацию. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии.